У нас тоже тут было немножко. У нас теплее, да? Ну, летом там, наверное, хорошо. Я ни разу не был. Ты сам, бабушка, в кыле живёт? Нет, в кыле. Это далеко от кыле? Сколько километров? 150. Там у вас леса, горы, да? А тут степи. Ну, ничего. Зато внешне похожи. Так? Да. Как учёба? Учёба? Я сейчас закрыл свои ледяные. Двое с ним? Один. Ну и главное. Главное. Хорошо. Вы в житии живёшь? Да. Ничего там условия? Нормально. С кем живёшь вместе? Твоей родной группы. Ким? Твоей родной группы. Здесь тоже, да? Тоже с вами. О, хорошо. Хорошо. Это общежитие нашего колледжа, да? Там условия нормальные? Да, очень необходимые есть. Да. Я недавно, во время зимних каникул, вернее нет, до Нового года был на Государственном совете, там такую ёлку делали для губернаторов. И по волонтёры, ты в волонтёрском движении участвуешь, ты там желание написал своё. В Петербурге с бабушкой. Мне передали волонтёры твои, можно сказать, коллеги, друзья московские. Ну там было твоё и ещё двух ребят, я сказал, окей, с ними повстречался, но тебя не было. Поэтому сегодня решил с тобой по приезду к ней говорить. Ну конечно же, организуем. Единственное, что я думаю, ты с бабушкой реши, может быть ещё кого-то там из родственников возьмёте, кто помогал бы бабушке. Бабушке сколько лет? 62-63 лет. Не очень старая, но ходит, всё нормально, живая, ну и отлично. 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 Да. Но когда ты встречались, бабушка не может поехать. Не может? Я сказала, да. Потому что один из братьев у Гера провёл на коляске, и за ним нужен уход. Ну один поедешь? Ну, мы хотели бы направить с куратором. Какой-то сопровождающий лицом, потому что он такой стеснительный и решительный. Да ладно. Это он, может быть, принос такой стеснительный и решительный. С пацанами-то нормально, да? Общаешься же. Не очень. А? Не очень. Не очень. Он скромный. Ну и... Малый разборчик, но при этом он своё дело, если пообещает, очень исполнительно. Скромность – это не самое худшее человеческое качество. Я думаю, одно из лучших. Да. Сейчас это ценно. Да. Поэтому... Но если ты определишься с кем? С любимой учительницей, сам, может быть, с кем-то из старших своих друзей и товарищей, с кем-то очень дружен, то мы, конечно же, организуем тебе поездку в Петербург. Единственное – это вот просто мой совет. Ну, во-первых, конечно, это лучше делать каникул. Да? Или... Ну, так как это не предложат, мы там в течение сколько? Пяти-семи дней, я думаю, это не составит. Это нашел неудобно. За пять дней Санкт-Петербург много и не успеешь посмотреть. Неделю – это надо как минимум ехать. Но я говорю еще, мой совет – это, конечно, Санкт-Петербург – красивейший город в период «Белых ночей». Слышал про «Белые ночи»? Там ночью, как днем. И интересно. И мы программу тогда проработаем, ну, вот, с нашими старшими друзьями для вас. Как тебе такая поездка? Интересно будет. А почему ты Питер-то выбрал? А не Москву, допустим. Просто любопытно. А в Москве бывал? Нет. Правда, у нас в это время будет летать самолет прямой из листа Санкт-Петербурга. Да. Вот с весны компания «Азимут» начинает свои регулярные рейсы из-за листа в Санкт-Петербург. Вот как раз можно воспользоваться этими прямыми. А дальше какие планы у тебя после окончания колледжа? В армии. В армии. Какие войска хотел? Да. Не думал об этом. А спортом занимаешься? Да. Ну а физкультурой или каким-то конкретным видом? Ну а ясно. Ну пока вот так. Годится? Да. По времени тогда определитесь. Тогда дайте знать. И мы организуем. Хорошо? Хорошо? Продолжение следует...